В эфире Народная Славянская Радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей. 22 января 2019 года. Среда. Новое время, время волшебства и сотрудничества. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Юлия Татьмянина, Евгений Роденко и Светлана Большакова. И мы переходим к второй части. Ответы на вопросы, реплики, комментарии, которые принимаем на нашем сайте. Славрадио.орг. Там есть чат-беседка. А также на нашем канале в YouTube. YouTube.com.slash.slavradio. Итак, Юль, ты сказала, что знаешь, какой у тебя день от твоего рождества. От твоего рождения. Скажи, пожалуйста, а зачем нужно знать человеку день рождения? Не с точки зрения, когда он родился, о какой день подсчёту от рождения? Что это даёт? Это даёт понимание, что есть каждый день, который имеет определённое качество. И эту методику я взяла от Шалва Александровича Монашвили. Он ему уже за 80 лет. И когда он говорит, какой он день проживает, я понимаю, что да, действительно, каждый день имеет удивительные возможности для самореализации. Нужно понимать, что жизнь человека обязательно закончится. Обязательно будет конец. И к этому концу нужно готовиться. Нужно быть морально готовым, что он придёт. И это не новость. Это каждый человек умрёт. И умрёт в первую очередь его физическое тело. Оно не может работать вечно. У неё срок эксплуатации 100 лет. Пчело на век. И поэтому, зная, ну, как вот мы, например, знаем, нам нужно отучиться в университете 5 лет. Или там в школе 10 лет. Точно так же жизнь человека 100 лет. Ну, можно остаться на второй год подольше поучиться. Можно прожить больше стали. Пожалуйста, как бы. Просто у него есть определённое ограничение в старости. То есть он уже будет, тело уже будет менее энергичным. Он уже не сможет делать то, что оно делает в юности или зрелости. То есть понимая, что жизнь течёт, мы как будто бы счёт времени берём в свои руки и начинаем понимать, что так, если 36500 дней, так, в общем-то, уже 15 тысяч прошло. Это уже около половины. Ну, то есть мы начинаем ценить собственное время. И каждый день раскрывает нам больше возможностей. Я каждый год веду такой дневник и считаю, сколько счастливых дней у меня было в году. То есть если в году 365 дней, значит, я обвожу в своём дневнике счастливый день и в конце года подвожу. Так, и в прошлом году, и в 365 дней у меня было 225 счастливых. Я думаю, о, это же классно. И я бы хотела, чтобы они стали все 365, но это невозможно. Но, по крайней мере, это больше половины. И это говорит о том, что моя жизнь каждый день раскрывается яркими красками, яркими событиями, яркими встречами, интересными людьми и даёт мне удивительные шансы на раскрытие своего собственного потенциала. Понятненько, понятненько. Ну что ж, теперь переходим уже к вопросам от наших радиослушателей и зрителей. Медоед Барсук прислал такой вопрос. А всё-таки какой календарь из-за множества имеющихся более оптимален для нас всех? И что думаете про календарь славянский с круголетом, где 16 часов и так далее? Я считаю, что все календари имеют просто определённую структуру для нашего сознания. Поэтому к круголету и часам славянским я отношусь очень положительно. И считаю, что, к сожалению, наша славянская практика, измерение времени не заслуженно забыто. Но мой опыт показывает, что очень мало источников об этой информации. И я сидела в библиотеках, пыталась найти информацию об этом. Но кроме как Атгарского училища, я нигде не нашла больше информации об этом. То есть мне этого недостаточно. Я бы хотела больше найти. И специально хочу поехать в Москву, чтобы посидеть подольше в архивах, посмотреть, как же была сделана эта реформа, почему у нас были проведены реформы времени, как они были проведены, и что же это действительно означает отрождение мира в звёздном храме, как нам говорят о том, что было такое время исчисления. И оптимально, мне кажется, календарь всё-таки нового времени, который объединяет в себе все эти структуры, объединяет и лунный календарь, и солнечный. И мы даже сейчас удерживаем в своём сознании несколько календарей. Как минимум, мы отслеживаем галактический переход. То есть мы знаем, что там был миллениум, был 2012, то есть большие циклы. Отслеживаем солнечный календарь, лунный календарь, социальный и личный. То есть мы можем уже в нашей голове как минимум есть пять календарей. И там же можно ещё дальше перечислять, что мы знаем, и китайский календарь, и славянский календарь. То есть когда у вас появляется структура астрономическая, то любой другой календарь является просто надстройкой, как бы как слоёный пирог. И важно именно создать чувство синхронизации с миром, потому что григорианский календарь, он выводит за черту синхронизации, потому что мы не можем сложить, например, часы в календарь. То есть это круглое, а это вообще какое-то прямоугольное. То есть они никак не по часу не синхронизируются, ни по ритмам, ни по циклам. То есть они очень сложно. А если, например, говорить о том, что мы находимся сейчас под влиянием китайского календаря, например, вот сейчас год мыши, я вот смотрю на это и думаю, ну как так? Почему мы празднуем этот день мыши, год мыши? Зачем нам это? Но почему-то все и праздники организовывают в детских садиках там с этими мышами и подарки дарим мы друг другу, этих мышей? И зачем? Я не знаю, почему не дается там пропагандировать, какой сейчас идет год по кругу лету. И я знаю, очень много друзей, кто занимается этой информацией, и книги написали, но это как будто бы вязнет в какой-то информационной вот этой вот каше, которая нас окружает. Знаете, человеку очень трудно это донести, использовать, но мы свободные, свободомыслящие люди, то есть мы можем поддерживать это знание хотя бы внутри себя, знать, что да, это вот так. И, ну, например, не поддерживать, что сейчас идет год какой-то крыс. Ну, пожалуйста, там в Китае, где там это не используют, пожалуйста, пусть они там и считают. А у нас никаких ни кабанов, ни свиней, ни петухов нет. То есть у нас другие ритмы, циклы и ассоциативные ряды. Поэтому мой внутренний такой ответ, что да, я знаю, что есть такие календари, да, я знаю, что есть. Но мне важна математика четкости, точность и отсутствие агрессии. То есть календари являются элементом синхронизации к сотрудничеству, а не к тому, чтобы… Так, вот если вы не знаете наш славянский календарь, то вы все, в общем, вы уже там изгои, и вы там плохие, и вы там нелюди, да, и вы там наши, ну, посягаете на наши права, и вот начинается какая-то борьба. Мне это неинтересно. Я не хочу, чтобы так было. Мне очень любопытна наша история, наша культура, наша славянская традиция, но я не могу поддерживать вот эту воинственную, какую-то агрессивную, ну, культуру, которая почему-то еще присутствует вот в связи с этими знаниями. Ну, может быть, я просто женщина, потому что, может быть, я не агрессивная девочка. Я хочу, чтобы мы жили в мире, я хочу, чтобы мы жили в ладу, в сотрудничестве, чтобы мы искали, как можно найти взаимодействие друг с другом. И как раньше мы понимали, что вот есть разные народы, но у нас одна планета Земля. То есть мы, сохраняя ценность другого народа, его культуру, его особенности, сохраняем культуру и свою тоже. Ну и, пожалуйста, то есть нам никто не мешает сохранять свою собственную культуру, носить свои платья, носить свою одежду, праздновать какие-то праздники, создавать новые традиции. Но самое главное — это найти гармонию в душе, какую-то точность, синхронизация с окружающим миром. Я бы так ответила на этот вопрос. Ну, небольшая поправка. Все-таки 7528-ое лето от сотворения мира в Звездном Храме и нет рождения. Вот, это первое. А, во-вторых, вот если бы ты не сказала, что крысу там или как-то, мышь какую-то, я бы не знал, что у нас какой-то год крысы идет или мыши. Честно, я никого не поздравлял с этим годом. Крысы там и кого-то там еще. Вот, честно, не знаю. Так что не все. Я очень рада за вас. Не все, да. Это радость, что... Это информационное поле. Хорошо. Так, дальше. Медаид Барсук наседает. Следующий вопрос от него. В чем лучше календарь нового времени, календарей, которыми пользуются наши предки? Тем, что он распространен во многих странах. То есть он синхронизирует землян. Он синхронизирует людей на всей планете. То есть я могу приехать в Японию, я могу приехать в Испанию, а я ездила в Мексику. И везде я находила людей, кто говорил со мной на языке нового времени, понимая, какой сегодня день, какой кин, какой единица измерения. Кто говорил кладу-бораду-никта, что Галактическая Федерация приходит с миром, что у человека есть такие же ценности. Он ценит и уважает мою культуру, и ценит и уважает новое время. То есть наши предки сохранили нам знание славянского времени, и оно имеет место быть. Оно действительно интересное, очень глубокое, очень математичное. Оно даже больше, чем майянское и больше, чем индийское время, которое используют в Сати-юге, Кали-юге, Два-Пара-юга, Трета-юга и все вот эти юги. И славянское время очень глубокое. Я очень ценю эти знания. Но, к сожалению, я не могу найти еще дополнительные источники, кроме вот Асгарского училища. Я понимаю, что они где-то это нашли, но не может быть, чтобы только там. Должны быть еще какие-то знания, которые подтверждают, что это было, понимаете. И мне хочется найти это. И когда я обращалась к волхвам славянам мне говорили о том, что эти знания мы передадим только сынам своим, а не каким-то там женщинам. И женщинам вообще не нужно знать про время. На что я говорю, ну ладно, хорошо. И то есть это такое ограничение меня несколько останавливало и вызывало такое странное ощущение. Поэтому календарь нового времени он известен во многих странах и в Европе, и в Австралии. И есть сайты, на которых представлены эти люди, кто изучает эту тему. И я думаю, что когда я издам книгу про объемное время, где будут представлены именно геометрические формы, как представлено время связи с астрономией, с антиматикой, как можно применять этот календарь не только как календарь, но и как систему образования, которая всё объединяет, конечно же, он станет прорывным инструментом понимания и себя, и окружения, и людей, и действий каких-то, и ведения причинно-следственных связей. То есть, например, в славянском календаре этого нет. То есть нельзя связать 22 января по дню с каким-то другим днём. Там есть математика фрактальных инструментов, причинно-следственных связей, такие, которые там проявлены в науке нового времени, там нет. И мне хочется понимать, что мы всё-таки единое человечество, которое живёт на одной планете. И календарь нового времени базируется на этих трёх элементах — единое время, единая земля, единое человечество. Это как бы больше, это объединяющий фактор всех людей на всей планете. Пожалуйста, вы можете знать и помнить разные культуры, но понимать, что нас всех объединяют эти три элемента. И поэтому я не отрицаю другие культуры, другие знания, но понимая, что вот наука нового времени, наука объёмного времени, она шире, больше имеет очень серьёзную глубину, которую нужно изучать. И так вот просто с кондачка как бы раз и не выучить. Она требует ежедневной практики, ежедневному исследованию, в первую очередь самого себя, потому что это знание нужно пропустить через себя, чтобы оно стало проявляться. И вы увидите, что оно проявляется и открываются. Такие возможности, так круто, начинает раскрываться в жизни, что в это кажется, что это невозможно поверить, но жизнь становится очень яркой, очень наполненной, насыщенной. И я бы каждому советовала использовать это в своей жизни, попробовать, по крайней мере, чтобы проверить. Есть ли это? Хорошо. Виктор написал, Яковлев, сказительница излучает высокие вибрации. Идем дальше. Медоед Барсук реплику прислал. Да если я только мяукну про эту, про эру или год какого-то там волшебника, меня коллеги по работе с санитаром сразу сдадут. Медоед Барсук, я вот первый раз слышу, чтобы барсуки мяукали. Я знаю, что они могут свистеть, хрюкать, там, урчать. Вот мяукать первый раз слышу. Так что не грозит тебе мяукать, и в поликлинику для опытов ты не отправишься. Идем дальше. Или ты хочешь что-то прокомментировать? Ну, я тоже хочу сказать, что вот это такой страх, что меня посчитают сумасшедшим. Ну, это, знаете, это как бы прийти, например, там, семиклассник придет там в первый класс и будет рассказывать про какой-нибудь там фракталы или какие-то там логарифмы, и там первоклассники будут смеяться и говорить, о, ты дурак, ты вообще, мы тебя сейчас в психушку сдадим. Ну, то есть это же смешно. То есть, ну, есть просто некоторые знания, которые, они имеют другой уровень. Я помню, для меня было вообще очень ярким таким впечатлением детства, когда у нас учительница говорила на все вопросы, потому что параллелограмм. И мне казалось, что, боже, это такой сложный, сложная такая тема, сложное такое слово. А когда мы к нему пришли и выяснили, что такое параллелограмм, оказалось, что ничего сложного нет. То есть это тоже очень интересно. Ну, и не надо ориентироваться на то, что кто-то что-то там подумает, поведет там в психушку. Ну, подождите, а что у вас за окружение такое, что вы позволяете им решать, где вы, чем вы занимаетесь, чем вы увлечены, какое у вас есть любимое дело. Ну, почему они должны влиять на вас и издавать в психушку? Ну, это же смешно. Это какой-то детский сад. Вы же взрослые люди, мы имеем право изучать и исследовать то, что нам интересно. И, пожалуйста, вы можете с ними не общаться, вы можете им не рассказывать. Сейчас куча всяких возможностей изучать. И на самом деле я сталкиваюсь с тем, что когда я говорю, о, сегодня день белого волшебника, мне такие говорят, ой, ну-ка расскажи, а что это? И наоборот возникает интерес, и у людей какая-то срабатывает интересная реакция, что людям интересно, а это что-то новенькое, этого не было, этого никто не знает. И здесь очень много позитивного, здесь вообще нет ничего негативного. Надо это отметить как огромный плюс этого знания. Здесь каждый момент времени позитивен, каждый момент времени несёт благоприятную возможность. И даже если с нами что-то случается негативное, это означает, что мы не видим позитив, который есть в этой ситуации. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Это только наше отношение к этой проблеме. Понятненько. В общем, из календарей выбрасываем день взятия Бастилии и вставляем день белого волшебника. Медоед, знаешь что, работа на опережение. Как только кто мяукнет из них, ты сразу тоже вызывай психушку и их сдавай. Идём дальше. Александр Иванов, а что это за состояние, когда не знаешь, куда двигаться и что делать? И как выйти из такого состояния? Ой, это такой прекрасный вопрос. Спасибо, Александр. На самом деле сейчас очень многие люди испытывают это состояние. Это состояние вне временности. То есть человек попадает в некий такой переход из одного времени в другое время. И нет некого просвета, моста света в конце туннеля, чтобы понять, а куда надо идти. Мой ответ очень прост. Во-первых, нужно узнать себя, кто вы, по своей дате рождения, по календариному времени. Вы можете прийти на консультацию, я вам запишу, всё расскажу. И заняться творчеством. То есть научиться слышать свою душу, которая вам говорит, слушай, помнишь, ты вот хотел там научиться играть на гитаре. Или ты там помнишь, мы в детстве там пели в хоре. Или давай попробуем там съездить на Бали. То есть нужно использовать те внутренние потребности, которые зовут. И сейчас вот именно такая оценочная картина мира, которая нас окружает. Типа, а что скажут коллеги, а что скажут родственники, а что скажут там люди, вот я буду танцами заниматься. Что это такое? Что за... Это же только в детстве заниматься этим. Нет, творчество, оно возможно в любом возрасте, и оно даёт разуму пищу для развития. И можно изучать языки, можно начать изучать то компьютер, например, какие-то технологии, научиться чему-то новому. То есть сейчас нужно идти за своим внутренним потоком и интересом. То есть там, где кажется, что это невозможно и это ужасно интересно, всё, надо идти туда, надо пойти и открыть для себя этот поток взаимодействия с этим миром, потому что вы рождены здесь для определённой глобальной задачи. У каждого человека здесь есть огромный потенциал для реализации. То есть вам жизнь дана не просто так, не просто вот тут ходить куда-то и что-то делать. Нет, она дана для того, чтобы вы сотворили свою реальность, красоты, чистоты, радости, наслаждения, удовольствия, созидания. И каждый день, как моя бабушка говорила, делай то, что видишь. То есть вот видишь, надо помочь, помогай. Видишь, надо вымыть, вымой. Видишь, что ты хочешь пойти на концерт, иди. Жизнь одна. То есть нужно жить одним днём. То есть календарь нового времени помогает нам видеть стратегически. То есть у каждого человека есть такой замок судьбы. И вот, кстати говоря, к отсылке к календарю славян. То есть вот такая картинка есть, называется калаврата, и в календаре майя, и во многих культурах этот символ существует, но только у майя он сохранился как математический элемент счёта последовательности шагов 52 дней, 52 недель, 52 лет. И вот зная свой замок судьбы, человек может идти по нему последовательно, зная, что здесь будет поворот, здесь начало, здесь конец. И таким образом лучше приноравливаясь тому времени, которое ему дано. И зная свою природу, зная свое значение даты рождения, человек начинает реализовывать себя лучше, потому что он начинает слышать себя как будто бы человек настраивает струны своей души. То есть она сейчас расстроена, то есть он не слышит себя, то есть у него нет понимания, куда идти, то есть нет музыки сердца, нет музыки души. Она не сотворяет эту реальность, она не отзывается радостью, не отзывается какой-то музыкой. А когда человек начинает идти шаг за шагом, отслеживая свои реакции, отслеживая свою жизнь, создавая что-то, что радует его душу, тогда его жизнь начинает звучать яркими красками, вдохновением, наполненностью. И считая каждый день как уникальный шанс, нужно жить вот именно в этот день, находясь в нём. И стратегически у нас есть понимание 52-х лет, есть тактически один год, и есть оперативное, это ежедневное планирование, ежедневное внутреннее проживание. То есть у меня есть и большие циклы, и средние, и малые, и малюсенькие. То есть я понимаю, что слушая само себя, у меня приходят и ответы, и яснознание, и ясночувствование, и яснослышание, потому что у меня налажен этот внутренний поток взаимодействия со своим Высшим Я, со своей Душой, которая очень заинтересована, чтобы я здесь реализовалась. И так у каждого человека. Просто сейчас это не распространено, слушать само себя, нужно слушать других, нужно ориентироваться на других, надо ориентироваться на то, что там говорят или что там рассказывают. Но на самом деле мой опыт и опыт моих учеников говорит о том, что когда человек начинает слушать самого себя, быть честным с собой, находить некие моральные ценности внутри себя, слушать свою совесть, то тогда очень многие вещи становятся на свои места и открываются яркие потоки вдохновения, когда мы еще окружены такими же единомышленниками, которые говорят, что ну ладно, ты не беспокойся, сегодня антиподный день для тебя, и поэтому тебе плохо, или там ты грустишь как-то, и тебе не хочется, пойдем, сделаем что-то хорошее, я порадую тебя, поддержу тебя, и это просто фантастическое ощущение, когда рядом с тобой единомышленники, которые готовы тебя поддержать в любой момент, и с ними можно разделить и горе, и радость, и проживать эту жизнь полной жизнью. Далее, еще один вопрос, недоеда, Барсука. Вы говорили про гороскоп на каждый день, а по какому принципу вы их расписываете? Это же жизнь человека на год расписать, которого вы не знаете. Благодарю. Вот видите, это уникальный инструмент. Можно, к сожалению, мне нету сейчас это показать картинкой, но я сделала такой инструмент, на одном листе представлен один год, и в нем есть определенные выделенные дни, которые для вас будут очень благоприятны, и выделенные дни, когда нужно проявлять внимательность, когда эти дни для вас более сложны для восприятия. Ну, грубо говоря, можно провести такую аналогию. То есть есть периоды времени в нашей стране, это очень выражено, времена года или времена суток. То есть я вам говорю, что вот день – это благоприятное время, а ночь – ну, как бы не крути, но как будто бы сложнее делать то же самое, что и днем. Или, например, есть лето, а есть зима. То есть зима – неплохое время года. Ну, как-то вот сложнее, не походишь в плавках, не позагораешь уже так, но если у вас есть лыжи, коньки, и вы умеете там строить снежные горки, то можно прекрасно провести время, но оно немножко другое. И вот строю такой гороскоп для каждого человека, я выделяю, у меня есть созданная специальная программа, выделяю те дни, которые для него наиболее благоприятны. Или наоборот, эти дни являются, ну, нужно проявить осознанность, внимательность, не думать, что это все вот именно в эти дни люди плохие или человек плохой, а это поток времени такой, что он влияет, и человек не может с ним справиться, и входит в раздражение, в негатив, он склонен испытывать депрессию, чувствовать себя плохо, и то есть, если я знаю, что у меня это антиподный день, я как бы себя успокаиваю, ну, ладно, день пройдет, и все будет, завтра уже все по-другому, и правда, утром просыпаешься, и думаешь, что я там вчера расстраивался, там вообще все это ерунда. То есть, человеку помогает это, то есть, год для всех одинаковый, 365 дней, но для кого-то сегодняшний день просто фантастически, удобный, классный, все идет по маслу, а для кого-то он очень тяжелый, очень трудный, как бы все раздражает, все дискомфорт выживает, и человек должен сам прорабатывать свое отношение к этим дням, и когда у него есть такой гороскоп, он может смотреть и говорить, а, ну, понятно, сегодня же белый день, ну, то есть, это было очень ярко видно, когда я делала гороскоп для своих детей, там, у меня ребенок проживал антиподное время, 13 лет, и я понимала, что все эти 13 лет, то есть, мне надо просто понимать, что человеку трудно, и, то есть, если она просыпала, я говорила, ну, понятно, сегодня белый день, если она опоздала, сегодня белый день, если экзамен попадал на белый день, я говорила, готовься, он будет сложным, будь внимательным, и потом она говорила, слушай, завтра белый день, помоги мне, пожалуйста, там, проснуться, или там, сделай что-то для меня, ну, поддержи меня, то есть, человек видел, что если один раз, второй раз, третий раз, четвертый раз, ну, потом он уже на девятый уже понимают, ну, я уже понял, да. Потому что есть определенная математика повторов, которая независимо от человека, она существует, он хоп и попадает. Или, например, у меня была клиентка, кто говорил, слушай, ну это невозможно, я все время белый волновой модуль, то в аварию, то в больницу, то еще что-нибудь, я их боюсь. Я говорю, ну ты просто предупреждена уже, и ты можешь этим пользоваться, хотя бы понимать, что это не ты, а через тебя поток этого времени, он тебе помогает, тебе справится с этой энергией, что ты что-то, ну, реагируешь на что-то так, что вот попадаешь в такие сложные ситуации. Ну, в них есть скрытая возможность, ты видишь их. Ну, она говорит, ну да, я там поменяла машину на новую, ну да, я подлежала в больнице и там подлечила то, что там давно не могла вылечить, да. Я говорю, ну вот видишь, то есть это помощь, ну, через испытания, через сложности, потому что у человека будут проблемы всегда. Да, друзья, давайте уже не будем вообще вот бегать от этого и понимаем, что время все время меняется, и мы должны просто научиться быть эмоционально стабильными. И это наше взросление, а не то, что мы там все время ругаемся, все время там кого-то писточим, все виноваты, все страдают. Нет, давайте будем взрослеть и понимать, что да, время разное, но всегда у нас будут, оно не может быть всегда хорошим, оно не будет всегда солнечным. День сменяет ночь, зима сменяет времена года. И точно так же в вашей судьбе есть периоды, когда все благополучно, а есть периоды, когда нужно, ну, затянуть пояса, научиться слышать себя, знать свое главное и не реагировать на какие-то провокации судьбы и искать в них позитивные моменты для того, чтобы видеть, что это просто точка роста, а не какая-то специальная преграда, которая там кому-то, когда-то там выгодна и там еще что-то. То есть нужно во всем искать благоприятные моменты. И гороскоп на каждый год, он ориентирует человека, и он может правильнее распределить свое собственное время и свои эмоции, используя это знание. Если предупрежден, значит вооружен. Хорошо. Творец своего пути задает вопрос. Какая цель жизни для тебя? 365 счастливых дней из 365? Для чего? Какой сложный вопрос. Не знаю, наверное, я в конце жизни смогу сказать, в чем цель моей жизни. Но мне интересно жить каждый день наполненно, ярко. И мне очень нравится мысль о том, что через меня проходят какие-то знания про восстановление, уважение ко времени, проходят знания про время в объеме, воссоединение, как будто бы были разорваны нити времени, пространство, а я помогаю людям их соединить и увидеть вот этот целостный мир. И вопрос не только в том, чтобы жить и наслаждаться, а в том, чтобы творить ту реальность, которая вдохновляет мое окружение, тех людей, с кем я встречаюсь, учеников, клиентов. Я очень радуюсь, когда у людей меняется жизнь, судьба в лучшую сторону, и это придает определенный вкус жизни. Угу. Хорошо. Жуков Владимир реплику прислал. Правильно сказал историк Пыжиков. До христианской эпохи культура у нас была практически одна. Идем дальше. Творец своего пути. Должен ли календарь отображать космические циклы для синхронизации человека с космосом? Чем объясните циклы календаря? Ну подождите, почему мы их разделяем? Календарь как раз отражает космические циклы. Ну что, смена дня и ночи — это что, какой-то некосмический цикл, что ли? Земля вращается, как нам говорят, Солнце вращается, то есть всё движется. Это же космические, это же астрономические явления. Все календари базируются на астрономических явлениях. У них у всех один элемент. Вот у меня есть выставка, в которой я показываю, что есть одна прямая, там, например, 24 часа, и в разных культурах, что обозначают эти 24 часа. Или 365 дней, у меня есть такой баннер на 4 метра, что в разных культурах эти 365 дней обозначают. И есть баннер, который объясняет 26 тысяч лет. В разных культурах, что обозначают эти циклы? Ну есть большие циклы, ну просто баннеры не делала, но в книге я это рассматривала о том, что все культуры и измерения времени базируются на космических и астрономических явлениях. То есть это всё наблюдается именно через космос. То есть мы синхронизируемся свои биологические ритмы с космическими ритмами, и на разных уровнях они просто имеют разную скорость. Вообще мы должны вернуть себе ясное понимание, что время исследуется только через одну математическую формулу, которую мы изучаем в третьем классе. Я надеюсь, её все помнят. Время — это расстояние поделить на скорость, потому что временно-пространственная ткань не может существовать без скорости. И когда мы говорим о том, что временно-пространственная ткань, она имеет какую-то плотность, то на уровне молекулярного или атомарного то там будут скорости атомов, а на уровне молекул — скорости молекул, на уровне биологического будут движения клеток, на уровне тела, сколько движется человек, а потом движение планеты и так далее. То есть мы должны понимать, что всё измеряется через скорость. И когда говорят учёные-философы о временно-пространственной ткани, они игнорируют понятие скорости, они говорят, ну, это как бы нам неинтересно. И именно жизнь человека, вот эти вот сто лет, они выбиты из целостной природы. Почему физики и астрофизики могут говорить на одном языке, соединяя в целостном? Потому что у них там единая система координат. Она десятиричная. А в жизни человека у нас не десятиричная система координат измерения времени и пространства, у нас отдельная система координат для времени и отдельная система координат для пространства. И, к сожалению, нам это рассказывают в школе, и у нас, даже начиная с детского садика, у нас нет другой картины мира, которая понимает, что вообще-то всё, что нас окружает, одновременно существует и во времени, и в пространстве. И у каждого предмета и объекта есть начало и есть конец, и поэтому нужно понимать, что просто размеры и скорость влияют на восприятие того или иного объекта и измерения. И предмет каждый в школе тоже имеет свои границы измерения скоростей данного объекта. У физики одно, у химии другое, у истории третье, у астрономии, географии третья и четвёртая, понимаете? То есть просто меняется скорость, меняется предмет изучения, там меняются масштабы, меняются измерения и всё. Ну и, к сожалению, сейчас мы изучаем этот каждый предмет, новые категории, новый категориальный аппарат, нам нужно снова изучать. А здесь в будущем мы будем знать, что это всё фрактальные системы, везде одинаковые законы, везде единая математика, везде единая геометрия, и только везде разные скорости. Понятно. Яромир возвращает тебя к древности. Скажите, разве календарь не тот ли единственный, который даровал бог Каледа, Варуна? Вот и не знаю, что сказать, да? Ну, что я могу сказать? Мне бог Каледа ничего не передал. Ну, то есть я знаю, что, да, это очень красивая идея о том, что славянский календарь обладает красивым объяснением, и он действительно понятный и логически, что это дар Каледы. И очень многие объяснения, откуда у нас появились те или иные слова или термины, как будто бы там из других языков, на самом деле, я понимаю, нет, они все взяты из славянского языка, из древнего языка. И я очень хочу, чтобы у нас были открытые источники славянской культуры. То есть как-то я, когда я училась в университете, мне очень было интересно изучать архивные документы, исследовать древние книги, редкие книги. Я ходила в нашу библиотеку редких книг, хотела что-то там изучать, но столкнулась с тем, что, чтобы я не написала там заявки, мне говорили, книга на обработке, на ремонте, там, на… Ну, в общем, ее не могли мне выдать. Ну, я как-то, ну, думаю, ну, ладно так. А недавно в университете, то есть вот я уже сколько лет закончила, мне мои бывшие сотрудники, я работала в университете еще 10 лет, бывшие коллеги говорят, слушай, тут у нас в библиотеку выволился из этого отдела редких книг, и туда сейчас есть доступ. И пойдем сходим. Ну, знаешь, я вот всем этим интересуюсь, увлекаюсь, и, в общем, мы пришли. У меня было такое удовольствие, что мне вот дали эту возможность посмотреть на эти книги, с эти ядь, с этими… Вот эта бумага, это такой запах, там столько книг было интересных. И я нашла один альбом, в котором просто это даже не книга, это альбом славянской архитектуры, древнего зодчества. Орнаменты я просто вот, ну, залипла на два часа, разглядывая, какая-то красота у нас была, и сейчас она утеряна, и прямо с таким восторгом. И на следующий день думаю, ну, я вот сейчас приду, я записала, как ее найти, и все. Но я была уже одна, не со своими коллегами, я просто прихожу на следующий день и говорю, дайте мне, пожалуйста, вот этот экземпляр книги. Нет, другая библиотекарь, которая работала в этот день, и говорит, а эта книга на, ну, там, как это называется, не на ремонте, а на переподшивке. Я говорю, так она не может быть на переподшивке, потому что это альбом, его не надо подшивать. И она, я вчера ее смотрела, она говорит, ну, я не знаю, у меня написано так. И я говорю, пойдемте, сходим, посмотрим. Она говорит, да, ну, вот. И я поняла, что у нас доступ к нашим редким архивным материалам просто закрыт. И мы просто даже хотим узнать об этом и не можем. Или, например, у меня был такой просто поразительный опыт, ну, это просто к славянской теме, да. Я решила узнать и посмотреть сама воочию, увидеть этот закон Петра Первого 1700 года, переменем летоисчисления. Я хотела вот увидеть прям своими глазами. Я пришла в Ленинскую библиотеку и стала спрашивать. Я говорю, вот, давайте посмотрим законы Петра Первого, под ним это все. И завожу там разные термины, там очень у нас ленинская библиотека, очень сложная, там очень трудно найти все. Там все, ну, там, с одной стороны, очень легко, потому что все можно найти в электронном, там нужно два часа ждать. Но я вот ищу, ищу, не могу ничего найти. Ну, нет ничего, ни там, нет исчисления, ни Петра Первого, ни там законы. Ну, в общем, я искала, искала, уже подошла к библиотекарю, говорю, в отдел специальный, я говорю, помогите мне, пожалуйста, найти, я ничего не могу найти, никаких книг, никаких обсуждений, ни, как это было принято, ни сам закон вот этот, ни какие-то документы на эту тему. Она смотрит, а нету ничего, а давайте посмотрим в интернете. Я говорю, ну, давайте. В интернете столько информации на эту тему, а в библиотеке ноль. Я говорю, а что мне делать? Она говорит, ну, возьмите все законы Петра Первого и перелистайте. Я говорю, ну, как я за целый год буду листать? Я говорю, почему в библиотеке я не могу найти? У меня, к сожалению, был всего один день, и я была очень удивлена, что я не могу найти вот вживую этот документ и посмотреть, как же это выглядит. Или, например, я была в Омске в библиотеке, там древние книги. И вот выставка древних книг, там, ранее 1850 года. Я говорю, а можно полистать? Он говорит, нет. Я говорю, ну, вот же выставка, откройте мне, пожалуйста. Я приехала специально почитать. Вот это наша прародина, то есть, да, вот эти вот все славяне оттуда вышли. Он говорит, нет, нельзя. Я говорю, а кому можно? Можно только студентам культуры какого-то училища или университета. Я говорю, а они ходят? Нет. Я говорю, ну, а я вот пришла, я вот хочу. Он говорит, нет, мы не можем выдать. Ну, как? И как после этого говорить о том, что мы можем получать какие-то знания о своей культуре? Или я ездила по Европе, по музеям, и там, например, выставка древнего мира. И представлены все культуры. Культура Инди, культура Китая, культура каких-то Мезоамерики. Ну, там что вот осталось, эти древние все миры, какие-то там у них и платья, и одежда, и орудия труда. Как думаете, там есть славяне? Нет. Я приехала в шоке, что там нету ничего славянского. Когда я была в библиотеках, я смотрела, я ходила в Дрезденск, я ходила в Париж, я ходила в Штутгарт, Берлин. То есть я объехала пол-Европы под библиотеками, когда я зачищала кодексу Майя. И была просто поражена, как славянский мир, там полупустые полки, там очень мало литературы. Как будто бы нету этой никакой культуры о нас, понимаете. Я была просто поражена, как это все скрывается, что ли, или куда это девается. Я очень хочу, чтобы мы имели доступ к древним книгам, к древним материалам, могли сами изучать, читать, открытые источники, говорить на славянском языке, понимать эту речь. Потому что это тоже не такой простой труд взять и открыть, и почитать, и понять, что же это было написано. И я изучала и древнеславянский, и смотрела, как это можно использовать в этой жизни. Я бы очень хотела, чтобы мы знали свою древнюю культуру и изучали ее. Но как будто бы я все время попадала в какую-то вязку, в какое-то непонятное состояние, что как будто не дается это легко и непринужденно. Как, например, изучать какой-нибудь Китай или какие-то другие культуры, которые есть в современном мире. То есть вот у меня такой опыт. Может быть, у вас другой. Может быть, и вам это все дается очень легко и непринужденно, и вы там знаете о славянах очень много. Но я хочу именно с источниками, то есть работать с тем, что осталось. И я верю, я слышала о том, что эти источники существуют, есть огромные хранилища, книг по всем этажей, что просто туда доступ закрыт, и туда могут только по особенным разрешениям, по особенным людям. А я хочу, чтобы они были доступны обычным людям, чтобы мы все могли этим пользоваться, читать на этом языке, разговаривать, слышать, изучать глубину из самых источников. Но сейчас, к сожалению, такого нет. Понятно. Прямо для тех, кто любит заговоры, да, история. Ну, нет, я не про заговоры. Нет, нет, почему? Ну, почему? Мы говорим, что никакого заговора нет, а куда ни обратись везде нельзя, а нету, а ушли. Как это прямо в детской песенке. Мария Ивановна, наш отряд хочет видеть поросят. Ой, что вы, что вы, не шутите, не шумите, поросята спать хотят. Мария Ивановна, наш отряд хочет видеть поросят. Ой, ну, приходите лучше завтра, поросята там есть хотят, да. И так далее. На каждый случай отговорка вот из этой же серии. Я не могу пока, у меня нету никакой теории, я не хочу даже в эту сторону думать, а почему сейчас так. Я просто хочу, чтобы была возможность, она открылась. Может быть, также все библиотекари умрут, которые там создали эти правила, что там нельзя, так нельзя, а потом раз это станет открытым, доступным и скажут, о, вот это всё есть. И, пожалуйста, пробуйте, изучайте, исследуйте, пишите, говорите на эту тему. То есть всё тайное когда-нибудь станет явным. Вот и всё, я жду этого момента. Я думаю, что даже вымрут все библиотекари, которые есть сейчас, всё равно станут и те, которые этим библиотекарям платят зарплату и говорят, что можно, а что нельзя. Поэтому здесь надо разобраться с нескольким другим эшелоном, чуть только повыше брать. А для этого необходимо нам кое-что сделать всем вместе. Вот когда говорят, разве там не тот ли один календарь, это я уже Яромиру сообщаю. Дело в том, что вопрос. У каждого народа есть свой какой-то родовой, ну, может быть, родовой поток. Есть какой-то свой родовой бог или несколько богов. И если мы говорим о том, что народ только один, то в этом случае тогда, да, бог один. И в данном случае Коляда один бог, вот он дал всем один универсальный календарь. Но ведь известно, что, во-первых, было множество времён даже для Руси, где менялись эпохи, менялись условия жизни. И солнышко начинало сходить в другом месте, и торможения, и ускорения происходили, вращения матушки земли, и перемещения в пространстве были. Поэтому Коляда давал определённый календарь на определённый этап жизни человечества и определённым людям, нашим предкам. Но ведь ещё существуют те, кого называют чинаицы, те, кого сейчас принято называть индейцами и так далее и тому подобное. И для каждого какие-то их боги, какие-то их провидцы, мудрецы давали свои знания, свои календари. Иначе бы у нас не было китайского календаря, папуасского календаря, календаря майя, цтеков и кого-то там ещё. Поэтому я думаю, что не может быть на сегодняшний момент универсальный вот именно календарь, данный каким-то одним богом для всех сразу. Мы можем, вот как Юля сказала, может быть найти то золотое зерно, которое подходило нам по своему естеству на сегодняшний момент, используя древние знания, и сделать этот единый календарь. Но при этом не забывать, что у нас есть свои родные календари, в том числе и от Коляды, в том числе и от других богов, которые нам наследие это всё оставляли. Так что здесь, мне кажется, надо чуток пошире относиться к этому вопросу. Но при этом не забывать, что мы творческие личности и можем, как разумные существа, проявители сущностей высших, договориться между собой. Идём дальше. Надежда, а как услышать душу? Очень хороший вопрос. Но я пришла к такому мнению, что у нас есть физическое тело, и оно с нами разговаривает. Вот, например, чешется ладошка, горят щёки, горят уши, попой чувствую. То есть в языке у нас сохранились прям такие фразы, которые как-то нас ориентируют, что мы хотим кушать, или у нас есть желание сходить в туалет, или ещё что-то. То есть у тела есть своя жизнь, к которой мы прям прислушиваемся и идём за этим. Есть потребности разума. То есть у нас есть мысль, у нас есть какое-то образование, есть какая-то культура. И если тело у нас всего два варианта, мужское и женское, то у разума у нас есть разные имена. А я Юля, вы Алексей, Светлана. То есть вот у нас есть имена, на которые мы отзываемся. Это наш разум. А у души, вот она же у нас с вами разная. То есть вот у меня своя, у вас своя. Как её зовут? Как сделать так, чтобы её можно было услышать? И я сейчас прихожу к выводу, что по расчётам календаря нового времени можно узнать по дате рождения имя этой души. Ну, по крайней мере, мой опыт показывает, что когда я говорю, например, об изначении День красного космического дракона, прямо что-то внутри человека меняется, и он прямо испытывает чувства. То есть когда душа с нами разговаривает, она разговаривает именно чувствами. То есть мы должны осознать, что тело с нами разговаривает вот прямо какими-то таксильными вещами, а разум говорит с нами мыслями, а душа разговаривает с нами чувствами. И это три разных абсолютно языка, которые мы можем воспринимать как интуицию, как какую-то подставку. Но это три разных элемента. И когда душа радуется, и когда душа плачет, это тоже наш разговор с самим собой. И вот когда у нас внутри есть спор, это означает, что мы тоже внутри себя не можем как-то договориться с этими тремя элементами. И когда по дате рождения мы рассчитываем кинг судьбы, то душа реально испытывает какой-то восторг. И он прямо ощутим даже мной. Я консультирую людей, и я чувствую, как у человека вот это вот состояние духотворённости, радости заполняет его. И я прямо думаю, надо же, что я такого сказала? Белый космический волшебник. Что? Что три слова каких-то? У человека прямо плечи. На детях это тоже очень заметно. Прямо плечи расправляются, человек выравнивается и говорит, «Да, я белый космический волшебник». Ну, с одной стороны, что такого? А с другой стороны, как будто бы у него внутри происходит позволение быть этим волшебником, и он прямо от душа раскрывается, становится больше, у него как будто бы что-то разворачивается внутри него, и он испытывает больше положительных чувств только от названия этого кино «Даты рождения». Сразу вспомнился мне анекдот, когда ты стала рассказывать про язык тела. Ёжик приходит и спрашивает у филина или у кого-то ещё, «Скажи, вот ладошка чешется к чему?» «Ну, если вот это, то, значит, деньги получишь». «А если вот это, ну, значит, там, отнимут у тебя деньги». «А если носик чешется, ну, впитать тебе дадут». «А если вот ушко чешется, вот это, ну, что-то хорошее слышишь». «А если вот это, ну, что-то плохое». «А вот если, слушай, ёжик, иди помойся». Вот из этой же серии. Далее. Пал Палыч, рождение человека в полное затмение солнца как-то отражается на жизни того человека? Я не смогу это сказать. У меня нет такой практики наблюдения за этими влияниями, потому что мы только недавно стали вообще наблюдать за затмениями солнца, и нам там всё время говорят «раз тысячу лея», «раз там, ну, какие-то такие цифры». А это такая математика. У них за год несколько раз бывают затмения, солнечные, лунные. Но так как у нас не очень развиты это астрономические наблюдения среди людей, очень много заблуждений на эту тему и каких-то, ну, таких страшилок, которые я не поддерживаю. Я не могу сказать о том, что есть какая-то у меня практика наблюдений причин ответственных связей. Когда человек родился, там было затмение, не было затмения, как он в этой жизни там реализовывал себя. Не смогу ответить. Понятно. Павел Палыч, влияет, отражается. Идём дальше. Бажина. Здравия, Алексей и Юлия. Что несёт в себе череда затмений в 2020 году? Вот про затмения, да? Как повлияют на наши природные циклы? Благодарю. Ну, моё личное мнение, что хватит находиться в зависимости от природы. Ну и что, что будет затмение? Ну и что, что будет дождь? Ну и что, что будет снег? Ну, друзья, у нас есть более высокие задачи. Давайте жить на духовном уровне. Перейдём от этой зависимости, от каких-то метеоусловий, от того, что нас там окружает. Вот это, ну, мне всегда напоминает эта история о том, что когда, например, человек влюблён, и у него свидание, да хоть дождь, хоть снег, хоть затмение, он пойдёт и встретит свою любимую, и сделает то, что он хочет. А когда у него там, ну, какая-то такая вот встреча, можно, он и найдёт 10 отговорок. И затмение, и дождь, и снег, и у него там соков нету, и чего-то ещё. И, в общем, 300 отговорок у Егорки. Поэтому я считаю, что надо быть взрослее и перестать искать причину, почему там мне плохо, потому что там что-то происходит. Я вообще это доказать никак не могу. Поэтому я очень спокойно отношусь к этим «предсказательным» идеям и негативным влияниям. Потому что я считаю, что негативное влияние – это человек сам выбирает. Либо любое событие на него влияет позитивно, либо любое событие может на него повлиять негативно. И это только его выбор. То есть можно осуждать, ну, все конфликты вообще из мелочей, понимаете, состоят. И он может сказать, что вот, там, самый такой простой пример, из-за чего люди ссорятся, там, зубная паста не так закручена или там колпачок не так сделан. И всё, уже раздражение, уже какие-то негативные эмоции. Ну, слушайте, ну, мало ли что бывает. Давайте просто взрослее относиться к ситуациями, не поддаваться этим негативным сценариям, которые нам там транслируют. Ну и что? Ну, болит голова. Ну, надо же что-то сделать. Ну, плохо себя чувствуешь. Ну, прими душ, послушай музыку, посмотри на свечу, погуляй, побудь с любимыми. Ну, мало ли что там творится. Да, наше тело реагирует на солнце, на луну, на процессы, которые нас окружают. Но не надо поддаваться этому. Надо трансформировать это и идти дальше. И поэтому творчество, оно помогает преодолеть все эти негативные ощущения, освещения, дисгармоничные состояния. Слушайте Михаила Казинника, слушайте музыку, слушайте концерты великих музыкантов, ищите свое творческое начало. И вам вообще будет неважно все, что там происходит. Это, ну, мне кажется, что неважно, какие там будут затмения и как они будут на нас влиять. Бажена, у природы нет плохой погоды. Каждая погода хороша. И здесь вспоминается притча про двух людей, которые были полными антиподами. Один видел свет во всем, другой тень. И один вот вышел, говорит, ну, смотри, какое яркое солнце. Другой говорит, посмотри, какая у тебя черная тень. Говорит, ну, солнце же ярко светит, смотри. Он говорит, чем ярче светит солнце, тем чернее твоя тень. Так что в зависимости от того, как воспринимаете мир в эту сторону или в эту. Вообще надо всегда видеть, что даже у чего-то плохого всегда есть что-то хорошее. Как есть поговорка. Не было бы горя, да, вот не было бы счастья, да несчастье помогло. Так что и на войне встречается и радость, и счастье, и дети рождаются. И в мирное время умирают люди. Надо смотреть на мир цельно. Ну что ж, Юлия, давай сделаем так. У нас есть в заключении хорошая традиция в заключении эфира. Желай что-то доброе, вечное, светлое нашим радиослушателям и зрителям. Пожелай. Мне кажется, весь наш эфир был таким добрым пожеланием и созиданием светлого будущего. Так сплошной позитивчик такой, да? Да. И напоследок я скажу очень вдохновляющую фразу. Мечтайте. Создавайте красивые образы в своих мечтах. Давайте бороться с невежеством, начиная со своих мыслей. Создавайте те картинки мира, которые вы бы хотели, чтобы реализовались. Мечтайте о великом, о прекрасном, о том, что у вас будет. Вкладывайте свою мысль в будущее только в позитивном ключе. Перестаньте бояться. Бояться смерти, бояться негатива, бояться окружения, бояться чужого слова, глаза, действий. Перестаньте. Верьте. Мы творцы, мы волшебники. Мы можем изменить этот мир только своей мыслью. Поэтому мечтайте. И пусть ваши позитивные, прекрасные мечты во имя будущего наших детей сбудутся. Благодарю. Добрые слова. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Ну что ж, друзья мои. Сегодня у нас по одному из современных календарей 22 января 2019 года среда. Новое время. Время волшебства и сотрудничества. Такова была тема сегодняшнего нашего эфира. Виртуальный студент Хелсия и Илья Татьяна Мянина. Евгений Роденко наблюдал за пультом. Светлана Большакова следила за чатом. Вот такая наша дружная компания прощается с вами. Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Для пытливых умов.